Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «На злобу дня». Меня зовут Сергей Надеин. И знаете, каждый раз в начале программы я придумаю какое-то вступительное слово, чтобы представить тему. Сейчас я скажу коротко. Сегодня будем говорить о мусоре. И коротко я говорю, потому что боюсь в час не уложиться. Если мы будем задавать самые популярные вопросы, которые нам присылают телезрители, которые прислали на горячую линию губернатору, на горячей линии всем нашим гостям, которые приходили уже сюда в студию, и самые популярные из них зададим сегодня. Но если вдруг среди этих популярных вопросов вашего не нашлось, звоните 8 800 707 0226, номер телефона прямого эфира. 8 800 707 0226, звонок бесплатный, хоть с домашнего, хоть с мобильного телефона. Также пишите нам в WhatsApp. 8 900 28 222 6 6 26. Все, все слова, которые предваряют нашу беседу, закончены. Добрый вечер вам, уважаемые наши гости в студии. Будем начинать. У нас в гостях Сергей Губский, председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края. Можно вас к нам сюда в студию? Проходите, пожалуйста. Под аплодисменты остальных собравшихся гостей. Присаживайтесь. Добрый вечер. Добрый. Я уже сказал, что будут самые популярные вопросы. И один из самых популярных. Из чего складывается тариф на сбор мусора? Уже много говорили на эту тему. Основная часть предельного тарифа на услуги регионального оператора составляет транспортная составляющая где-то 60%. Она самая, кстати сказать, не отрегулированная, поскольку по закону эта составляющая формируется по итогам торгов непосредственно самим региональным операторам. И только в особых случаях орган регулирования может ее отрегулировать. То есть в случае, если этот объем рекоператора составляет менее 30% от общего объема переработки мусора на территории всего субъекта, мы имеем право вмешаться и отрегулировать именно эту составляющую. Слушайте, но если вы говорите, что транспортная составляющая 60%, есть такая же история, допустим, с водоканалом нашим. Там основная часть это электричество за подъем воды из озера. Но если озеро мы ближе перенести не можем, и Ставрополь ближе к озеру перенести не можем, то здесь наверняка что-то можно сделать. Но я имею в виду построить больше полигонов, чтобы ближе можно было возить. Но это вопрос не к вам, наверное, это у нас будет в Министерство ЖКХ. Мы запомним этот вопрос, запомним, мы вам обязательно зададим. Продолжайте, следующее. Следующая составляющая, это 30% составляет услуги полигонов непосредственно на захоронение отходов. Эта составляющая уже давно регулируется региональной тарифной комиссией, и она претерпела определенные изменения с вступлением реформы. То есть в этой именно части были внесены дополнительные расходы в виде налога на негативное воздействие на окружающую среду. И в первом варианте установленных тарифов, когда еще не пересматривались вот эти составляющие, тарифы выросли до 70%. Потому что налог был достаточно существенным, он был сопоставим практически стоимостью утилизации в среднем по краю. Где-то в районе 700 рублей за кубометр мусора. Изначально был установлен такой тариф, и, естественно, эта составляющая повлияла на конечную стоимость самой услуги. То есть где-то на 20% увеличилась конечная стоимость. Плюс еще большинство организаций перешли с обычной системы налогообложения, вернее, наоборот, с упрощенной на обычную. То есть стали уплачивать НДС. Это тоже дополнительно до 10% где-то повлияло на увеличение последней, то есть конечной стоимости услуги уже непосредственно. Наши зрители включаются активно, прежде чем я свои вопросы продолжу задавать. Вопросы, которые вы шлете нам в Вайбер и Ватсап, 8 928-222-6626. Почему так дорого берут за вывоз мусора в Михайловске? У нас самый высокий тариф. Тариф не самый высокий, я бы хотел разницу между тарифом и платой на одного человека разделить, чтобы была разница, потому что мы устанавливаем предельный тариф. То есть это значит, что рекоператор имеет право применять тариф не выше этого предельного, ниже имеет право, выше нет. Ну хорошо, плата в Михайловске. Плата в Михайловске выше, и она формируется, исходя из тарифа в рамках предельного и норматива, установленного Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Когда мы изначально, ну я свою версию, скажем так, выдвину, почему там именно плата так формируется, потому что я могу отвечать только за одну составляющую, это тарифная составляющая. То есть когда мы, это зона эко-сити, и изначально в 2018 году, когда мы вошли в пилотный вариант, было много очень кустовых совещаний, и пришли к тому, что при формировании величины этой платы по отдельному муниципальному образованию, нужно отталкиваться от той величины, которая была до реформы. Плюс вот эти изменения, которые произошли в законодательстве, плюс 20%, условно связанные с негативным воздействием на окружающую среду и НДС. То есть плата у них сформировалась именно потому, что у них ранее такая же плата была, то есть, ну, немногим меньше, скажем так. То есть сейчас у них... Должны быть привычные, да? Плюс все-таки в городе, да, в городе Михайловске норматив несколько больше, чем в селах. А, чем в селах, все понятно. Есть хорошая новость для вас от нашего телезрителя. А я считаю, что мы мало платим за мусор, пишет. Если платить мало или не платить вовсе, превратимся в индусов. Мне кажется, нужно закладывать от 1 до 5% стоимость товара, брута на утилизацию отходов. Вот только мусорная система должна работать как часы. От мусоропровода и баков до раздельного сбора мусора на каждом углу до свалок и мусоросжигательных заводов, от которых не будет неприятных запахов. Это, да. Ну, на 100% можно, да, согласиться. Перенесем тогда в дальнейшем. Ну, вот вы говорите, на 20% подорожало. А между тем, и нам звонили наши телезрители и говорили, что была стоимость в районе 40 рублей, а поднялась до 100. Ну, давайте так, где была 40 рублей, эта стоимость, то есть где она формировалась? У нас было 50% муниципальных образований, которые вообще не имели никакой услуги, то есть там вывозился мусор, а не санкционировали. Ну, может быть, было бесплатно, да, действительно, было бесплатно, а стала плата 60 рублей с человека, да, то есть с чем сравнивать. Вот, где-то было 40 рублей, то есть в зависимости от того, как был организован сбор в этом муниципальном образовании, куда вывозился этот мусор. То есть с вступлением реформы сейчас уже запрещается вывозить мусор на не санкционированные свалки. Хорошо, а если раньше вывозили, допустим, ну, по 40 рублей или по 50 рублей, сейчас с появлением регоператора стало 100 рублей, допустим. Вот что в этой ситуации стало по сравнению с той историей лучше? Стало дороже вывозить, стала дороже техника, я имею в виду, лучше. Если дороже, значит, лучше же должно быть. Знаете, самое основное, да, что здесь можно, скажем так, отнести к таким позитивным каким-то моментам, это то, что, наконец-то, в этой сфере есть какой-то учет. То есть система, транспортная система, сейчас они обязаны оснащать это ГЛОНАССом, то есть можно отследить, кто куда, как часто все это вывозится, да, какая-то система контроля за мусором, за объем этого мусора, в том числе контроль будет со стороны. То есть будет формироваться баланс обращения. Я неправильно сформулировал. Баланс обращения отходов. Основная задача именно в этом, чтобы мусор не терялся, чтобы он не оказывался там в лесопроводах и так далее. Из-за этого стало дороже. В том числе из-за этого он стал дороже. Техника стала лучше. То есть вот эта система не техника стала, и техника стала лучше, и система контроля, да, она тоже требует каких-то определенных расходов и многое другое. В том числе вот этот пресловутый налог, он в принципе предназначен не просто как, ну, заплатили и забыли, да, он направляется в том числе и на ликвидацию уже накопленного ущерба. Спасибо. Потом передадим вам. Можно вопрос? Да, давайте. Давайте сделаем такую вещь. Можно в виде эксперимента, я задам вам несколько вопросов, как к нейтральному, да. Давайте. А ответы на наши вопросы проверили человек, Юрий Юрьевич Вунду, он был на стажировке в Европе. Итак, вопрос первый. Смотрите. Первый раз мне задают вопрос. Вывоз мусора, это, в общем-то, процесс с участием каких-то элементов. Так вот, смотрите, как вы думаете, топливо в России или в Европе дороже у транспорта, который вывозит ТБО? Ваше мнение. Ну, мы недавно интересовались топливом в России в Европе, в России дешевле, как оказалось, мы удивились, но в России дешевле. Итак, мы имеем первую составляющую дешевизны, это топливо. Как вы думаете, спецтехника, грузовики, которые вывозят в Европе или в России дешевле? Ну, вы имеете в виду, ЗИЛ дешевле, чем Вольво? Ну, наверное, ЗИЛ дешевле. Совершенно верно. Мы имеем вторую составляющую. Как вы думаете, заработная плата тех людей, которые на этой спецтехнике работают, где выше, в Европе или в России? К чему вы идете? Как вы думаете, Юрий Юрьевич? В Европе выше, конечно. Конечно. Итак, мы имеем три конкурентных составляющих, что тариф в России должен быть дешевле. Так вот, я со всей ответственностью информирую, что если говорить по Ставрополю, где 100 рублей с человека в МЖД, в многоквартирном жилом доме, это в три раза дороже, чем в Европе. Таким образом, посмотрите, какая интересная вещь. Три составляющих вроде бы должны быть дешевле, это дороже. Ну, я сразу говорю, это просчитано, у меня сама там недвижимость, я имею данные. Так вот, мне кажется, вот эта хотелка, которая часто называется коммерческая составляющая, тех, кто выиграл, она зашкаливает, потому что мы хотим рентабельность бизнеса за месяц, а лучше за неделю. А там существуют ограничительные цены, по которым изначально на конкурс ставится низкая цена, и вот кто прошел, тот прошел. Таким образом, мне кажется, говорить, высокий тариф или маленький, но это как-то сегодня... Вы сейчас что-то как-то в вопрос переведете или просто на поле информации? Вопрос такой, существует ли на сегодня методика расчета, вот у тарифной комиссии вот этих элементов, почему цена 100 рублей, не 50, не 500, вот чем это основано вообще? Еще раз повторюсь, что цена не 100 рублей, да, в районе 600 рублей, 650 рублей, да, средняя цена за кубометр. А 100 рублей это уже плата на одного человека, исходя из норматива. Потом я не уверен, что в Европе платят в районе 2 долларов человека в месяц за вывоз мусора, ну, не уверен. Да, это где-то 100 рублей, 120 рублей, наверное, с человеком. Думаете, дороже? Я думаю, что дороже, не анализировано, но, честно говоря, я не люблю анализировать, сравнивать тем более с Европой, потому что есть определенные условия экономические, мы их просчитываем, пытаемся дать. Есть определенные проблемы с расчетом транспортной составляющей, потому что нужно иметь логистику понятную, да, нужно иметь, рассчитывать, исходя из тех норм, с какой периодичности должны вывозиться этот мусор. Пока этого ничего нет, и мы пользуемся какими-то эталонами, да, и той информацией, которая вот у нас есть, и кто-то когда-то что-то считал. То есть я не говорю, что сейчас идеально все это просчитано, но сравнивать, я бы не стал сравнивать с Европой, и тем более там с другими, у нас и по стране диапазон достаточно большой, от 300 до 1500 рублей за кубометр. Не плата, я говорю про тариф, да, и, соответственно, плата там тоже от нее рассчитывается. Вот, и мы, как большинство субъектов, где-то находимся в том диапазоне от 600 до 700 рублей и выше, то есть большинство где-то так и установили. Ну, действительно, это так складывается, но сейчас на самом деле проводится ряд мер на федеральном уровне, да, пытаются рассмотреть возможность установления предельного, возможно, тарифа на транспортную составляющую, чтобы был какой-то ориентир, выше которого нельзя превысить субъекта, либо это неэффективная зона получается, да, какая-то логистика, надо приводить территориальную схему соответствия, либо что-то менять. Вот, в том числе, там рассматриваются вопросы об снижении наугового времени на региональных операторов, и вполне возможно, что будет... То есть мы можем по-прежнему говорить, что это такой живой организм, пока эта реформа, и пока все еще там внутри. Да, да, еще рано что-то говорить. Евгений, микрофон взяли. У меня два комментария по поводу цены, ну, буду таким человеческим языком разговаривать, да, тариф там в рублях за куб, все-таки жителям он малопонятен. Скажу проще, цена на человека, да, откуда она складывалась, это 40 рублей, 70 рублей, 60 рублей, да все достаточно просто. В тех населенных пунктах или в тех районах, где исторически очень немаленький срок обращения с отходами как таковыми отлаживалось по принципу, ну, некой законности, да, то есть свозились отходы уже на полигоны, которые вошли в ГРРО и так далее, цена никогда не была ниже 60-70 рублей изначально. Так вот, сегодня очень много вопросов задают как раз-таки жители, у которых действительно была цена и 20 рублей, и 30 рублей, и 15 рублей, а где-то ее не было вообще. Вопрос, почему оттуда скакнуло, ну, сюда. Так тут вопрос понимания вообще 89-го федерального закона и в принципе мусорной реформы в целом. Прежде всего, этот закон и реформа, она ведь настроена на то, что обеспечить правильное отношение, обращение с отходами в принципе. И когда люди платят 20 рублей или 30 рублей, совершенно не задумывались, а куда попадают их отходы, а они везлись в соседнюю яму и там, возможно, закапывались, а иногда не закапывались, да, то остается очень просто. Я плачу 20 и все, да, а сегодня плечи доставки по территориальной схеме с некоторых районах могут быть по 200 километров. Я быстренький комментарий и скажу по сравнению с Европой, да, есть два очень серьезных аргумента, которых вы не сказали. Я задам вопрос тут же. Сколько та реформа, которая сегодня есть в Европе по времени делалась, да, и это не один год, а мы работаем первый год. И вторая, какая ответственность у жителей Европы за то, что они не заключили договор или выкидывают мусор не туда колоссально. И такой ответственности сегодня в России пока нет. То есть, когда у нас реформе будет 20 лет, у нас это подешевеет? Естественно. Естественно. Интересно. След за бензином Юрий Юрьевич добавляет. Какие-то были сложности у вас в общении с региональным оператором, и региональный оператор, может быть, подтвердит. Были ли у вас, ну, если называть соименными, какие-то хотелки, которые тарифная комиссия не приняла? Были какие? На сегодняшний момент это больной вопрос на самом деле, и он действительно больной. И наши хотелки, прежде всего, технические. Сейчас объясню. Отношение к контейнерам и обслуживание контейнерных площадок. Естественно, логично, что тот, кто вывозит, должен и обслуживать, и предоставлять контейнеры, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, момент тут же подходит, да, что у кого-то контейнерные площадки свои, а эти расходы, включенные в тариф, естественно, повысят тариф для всех. Поэтому этот вопрос, он сейчас, ну, актуален, важен, да, и постановлен правительство с 1 января 10.39. Уже, в принципе, этот вопрос, ну, как бы решается, да, что вся ответственность переходит на владельцев земли и за контейнеры, и за площадки. Будет меняться тариф в ближайшее время? — Надеюсь. — Еще раз. — Давайте так. — Я не расслышал. — Надеюсь. — Надеюсь, что будет меня. — Дело в том, что, да, тарифы, которые устанавливаются на региональном уровне, законодательным запрещено менять их в течение того периода, на который они были установлены. Исключением являются прямые распоряжения правительства Российской Федерации, либо федеральной антимонопольной службы, либо по решению суда. То есть, если изменится какое-либо законодательство, я уже говорил, да, то и рассматриваются некоторые моменты по налоговой части, то это будет являться основанием до досрочного пересмотра тарифов. — А вы надеетесь, что он вырастет или упадет? — Упадет. — Ну, не упадет, там другой немножко механизм. — Хорошо. Ну, знаете как, когда мы приглашаем председателя тарифной комиссии, говорим, будет меняться, он говорит, надеюсь. Но вы скажите, будет меняться или не будет, упадет или не упадет? Или все так на надежде у нас и будет основываться до лета, до первой игры? — Я сейчас не могу сказать, поскольку у меня документа реального нет, на основании которого я мог бы пересмотреть тариф в сторону понижения. — Давайте посмотрим вопросы, которые нам задавали телезрители и продолжают задавать. Еще раз 8-900-28-222-6626. Спрашивайте, кто придумал, что я произвожу 360 кубов мусора? Кто эти нормативы разработал? Кто их проверял и рассчитывал? — Не вопрос. — Да. — Министерство жилищно-коммунального хозяйства. — Не вам. Тогда не вам. Передайте, пожалуйста, микрофончик. — Кто придумывал, что человек 360 кубов мусора производит? — Во-первых, то, что сказано в этой ремарке, не есть так. 360 кубов человек в год. Ну, я не знаю, может быть, человек там запятую неправильно поставил или ошибка какая-то в тексте. — Мы просто здесь кубами считали, поэтому умножили на 365. — Я понял. Нет, норматив действительно составляет у нас от 1,5 до 2,8 кубов, не 360. Максимальный норматив накопления на одного человека в регионе Ставропольский край составляет 2,8. Это город Ставрополь. — В год. — В год. Не 360. То есть человек ошибся немножко в цифре. Это установлено приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 374. Замеры производились подрядной организацией в соответствии с правилами, которые утверждены правительством Российской Федерации. То есть это не только Ставропольский край. По этой методике работала вся Российская Федерация. Нормативы также утверждались исполнительными органами государственной власти. В настоящее время те замеры, которые мы производили совместно с региональными операторами на территории Ставропольского края, это город Ставрополь, город Светлоград и село Гафицкое, они попадают в те рамки, которые мы утвердили своим приказом. И в целом мы по общероссийским рамкам находимся где-то в середине. — Это всегда радует, что мы по общероссийским рамкам в середине. Вот еще вопрос, позвольте последний, и будем замену на площадке производить. Почему нет льгот на детей, спрашивает наша телезрительница, скорее всего. — Ну, знаете, трудно сказать, почему нет льгот на детей. В принципе, нет ничего невозможного. Мы обсуждали, уже собирались и на площадке Министерства жилищно-коммунального хозяйства. И есть практика, что Экосити не даст соврать. У них есть приказ, да, они предоставляют льготу многодетным семьям в размере 30%. И мы также обсуждали возможности предоставления аналогичной льготы, может быть, и пожилым людям. Потому что, ну, по понятным причинам, да, в зависимости от возраста, мы в течение жизни, у нас меняются какие-то потребительские способности. Да, мы когда-то можем себе много позволить, когда-то не очень много и так далее. Естественно, это все зависит на величину отходов в том числе, которые образуются в результате жизнедеятельности нашей. И поэтому вполне логично, да, вот этой категории именно... — Но можем надеяться, что вот на детей как-то может быть пересчитать. — Ну, вот многодетным семьям уже предоставляется льгота. То есть можно считать, что это и... — Ну, обычным детям. — Обычным детям, вот не знаю, мы будем, конечно, обсуждать, насколько это... — Спасибо. Давайте замену произведем. — Да, Юрий Юрьевич, вы сюда вот выходите. — Маленький вопросик. — Да я все-таки по тарифам вопрос, простите. — Скажите, мы несколько раз общались по этому поводу с вами, по поводу тарифа. И вот тариф, который был рассчитан в первый раз, да, он был чисто теоретический. Вот теперь у нас появилась практика, да, как это в год вы уже видите, то есть получаете какие-то данные от регоператора, то есть сами видите, мониторите. И вот на этом основании вы делаете вывод, что, скорее всего, мы сможем понизить этот тариф, то есть оплата людей уменьшится. — Хороший вопрос, да, я забыл сказать. Действительно было поручение проанализировать, но мы, в принципе, без того, да, этим занимаемся, мониторим. У нас действительно Косити единственный из рекоператоров, который проработал полный календарный год, уже можно какую-то аналитику, да, сделать, посмотреть. Действительно мы выявили некоторые отклонения, да, в том числе в составе, ну, скажем так, удельный вес отходов, он несколько отличается от того, который мы принимали при регулировании, да, на самом деле оказалось на 40% он легче. Причины можно выяснять, то есть по-разному, может быть, это с нормативом связано, может быть, действительно морфология самого мусора как-то отличается, но, тем не менее, мы это будем учитывать при очередном регулировании, и этот фактор, в том числе, он оказывает влияние именно в сторону снижения тарифов. — Деньги не вернут? — Да, он может... Что? — Деньги не вернут? — Мы посчитаем, если они лишние деньги получили, как и в других сферах, мы всегда анализируем итоги хозяйственной деятельности организации. Если мы видим, что организация получила излишнюю какую-то выручку, она учитывается как источник покрытия расходов будущего периода у организации. И ТКО тоже исключением не является. Поэтому вот эти факторы, они будут являться и, скорее всего, приведут как-то... Я не скажу, что к снижению тарифов, но то, что они скомпенсируют как-то инфляционные процессы и дополнительные факторы, которые законодательно периодически подбрасывают, это точно. — Спасибо. Давайте замену произведем. Вам большое спасибо. Богдан Забелин, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Тут уже все понятно, тарифы не вырастут, возможно, упадут. Тут самые главные вопросы были заданы. Добрый вечер. — Добрый. — Будут скорректированы нормы в ближайшее время? — Скорректированы будут однозначно. Я хотел бы сейчас быстро, пока есть такая уникальная возможность проведения информационной работы с населением, по поводу детей. То, что это коммунальные услуги, это уже всем понятно. То есть так же, как тепло, вода, газ, свет. И так же, те льготы, которые положены по остальным коммунальным услугам, они так же положены по твердым коммунальным отходам. Учитывая то, что у нас навстречу пошел региональный оператор Экосити по, скажем так, настоятельной рекомендации власти Ставропольского края, если так я правильно выразился. Соответственно, все льготы, которые положены населению в области тех или иных коммунальных услуг, они так же относятся к коммунальным услугам по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ну, чтобы, если с экрана телевизора это прозвучит, будет замечательно. — Прозвучало. Мы в прямом эфире. Я в начале программы сказал о том, что боюсь, что не успеем. И вот теперь моя боязнь укрепляется, поэтому будем стараться сейчас более в темпе все беседы. Вот все ли у региональных операторов хорошее? Вот мы сейчас только что говорили о том, что транспорт поменялся, какие-то схемы внутренние поменялись, и в том числе за счет этого подорожало. Действительно ли улучшилась коммунальная сентраструктура? — Я вернусь к началу разговора, чтобы я скажу, что буду краток. Я вернусь к началу разговора очень быстро. У нас на территории Ставропольского края находятся 10 объектов, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. То есть это только те объекты, на которых можно размещать твердые коммунальные отходы. Также у нас действует сейчас мусоросжигательный завод на территории города Пятигорск. Это 11-й объект. Соответственно, по данной реформе, по закону возить твердые коммунальные отходы можно только на эти объекты. То, что говорили о цифрах, о плате доселения. Я, уважаемый коллега, привел пример о Европе. Я не хочу быть голословным, но цифры, они, наверное, в разных странах разные. Но те цифры, которые приводили мне, когда я приводил пример, что на территории Ставропольского края инвесторам, которые хотят построить некий супер-супер завод на территории Кавказских минеральных вод, скажем так, условно, я только задал вопрос, это итальянцы, цифра разнится в 70 раз. И, соответственно, штрафы, которые платят 70 раз в пользу россиян, скажем так. Можно мы вас попросим к следующей нашей встрече, перечитайте в индекс борща, чтобы было проще. Я готов, что у меня все есть. Я понял. Я не хочу никого обидеть. Я продолжу. К сожалению, в Российской Федерации на данный момент не внесены изменения в кодексах административных правонарушениях по статье 8.2 о нарушении экологического законодательства, к сожалению. И мы с вами, если мы не заключили договор с региональным оператором, говорим, я не произоружу мусор, отстаньте от меня. Мне за это и вам ничего не будет, к сожалению. А там будет. 8-908-800-707-0226, номер телефона прямого эфира. Давайте быстренько поговорим с нашим телезрителем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Давайте знакомиться с вами. Давайте знакомиться. Меня Сергей зовут, вас как? Я Лариса Федоровна. Очень приятно, Лариса Федоровна, ваш вопрос, пожалуйста. Я хочу задать такой вопрос. Мы проживаем три человека. Итого в месяц у меня очень большая оплата за мусор. 124 рубля 23 копейки с одного человека. Почти 400 рублей я плачу за мусор. Где я столько мусора могу набрать? Вот я плачу 372 рубля 69 копеек за мусор в месяц сейчас. А вы где живете? Это живу я в Буденовске. И получается, получается, 1,7, почти 2 куба в месяц я должна вынести мусора. Где мне столько набрать мусора? По соседям. За кого я плачу? За кого я плачу? Соседи-то тоже платят, я не подумал. Надо ответить на вопрос. Ну я не знаю, это мне кажется крик души просто. Я понял. Скорее всего, скорее всего, больше на крик души похоже. Ну будем этот вопрос, в том числе, и региональным операторам нашим задавать. Слушайте, а скажите, роль министерства ЖКХ вот в этой реформе и во всем происходящем здесь у нас сейчас? В этой студии или в стране? Давайте нет, в крае. Ну в крае я тогда начну в целом, если мы говорим о реформе на территории Российской Федерации. Эти полномочия были распределены где-то на уровень Министерства жилищно-коммунального хозяйства, на уровень Российской Федерации. Изначально реформа шла от Министерства строительства ЖКХ Российской Федерации. На данный момент эту реформу курирует Министерство природных ресурсов Российской Федерации. В целом, обращение с отходом на территории нашей страны. Роль министерства и полномочия – это утверждение нормативов, разработка территориальной схемы, которую мы разработали. То есть все нормативные проекты, которые должны были быть выпущены в те сроки, которые нам установила Федерация, мы их выпустили. На данный момент идет корректировка территориальной схемы, необходимо будет доработать электронную модель. И в том числе по поручению руководителя края мы сейчас просматриваем, еще раз внимательно мониторим нормативы, чтобы, как заявительница сказала, где я взяла столько мусора. То есть те замеры, которые мы производили совместно с ИКСИТи на их территории, на той зоне, на которой они работают, они попадают. Но люди говорят, что у меня столько нет. То есть совершенно разные критерии, по которым тот или иной человек это оценивает. Но методика она одна, она утверждена правительством Российской Федерации, мы обязаны по ней работать. У нас есть звонок, мы сейчас, я прошу прощения перед нашим телезрителем, видимо вы же писали нам в WhatsApp, потому что вопрос одинаковый. Если позволите, я его задам. Прописано в одном месте, приобрела жилье, плачу в обоих местах. Как быть? Ну, я скажу так, есть правила предоставления 354 коммунальных услуг, есть правила обращения с твердыми коммунальными отходами. 1156 постановления правительства Российской Федерации. В этих документах указано, что если у вас есть собственность, то в любом случае вы платите, если вы один собственник, то за одного собственника, либо вы платите за прописанных или проживающих. Так указано в законе. То есть если у вас 4 квартиры, вы за одного человека в квартире будете платить. В любом случае в каждой квартире? Да. Это закон? Так, вот мы слышали опять, что это прерогатива регионального оператора, это прерогатива регионального оператора. Есть какие-то у вас инструменты влияния на региональных операторов? Да, есть. Можете наказать, пожурить? Я быстро сейчас вернусь к вопросу, буквально 2 секунды, и сразу начну наказывать региональных операторов. Давайте. По действующему законодательству, что касается, сказали, о собственниках жилья, здесь, может быть, вопрос касался в том числе и пересчета. То есть это как любая коммунальная услуга по правилам предоставления коммунальных услуг. Человек может обратиться, доказать то, что любыми документами, что он не находился, допустим, мы прописаны там вдвоем, условно, с супругой в квартире, но один из людей работает в другом регионе, то есть он принес либо справку с работы, либо из домового комитета, либо это студент раз в полгода, они предоставляют справки, им осуществляется пересчет. То есть такие варианты есть? Да. И региональный оператор это подтвердит, потому что они эти вещи делают. Кто занимается пересчетом? Та компания, которая предоставляет коммунальные услуги. Рекоператор в данном случае, да? Это либо прямой договор с рекоператором, либо это управляющая компания. А наказываем рекоператором? Да, начнем по вопросу воздействия на деятельность региональных операторов. С того момента, как началась реформа, мы выбрали первого регионального оператора экосети, они приступили к работе 1 января прошлого года. Соответственно, заключено соглашение между правительством Савропольского края, как субъектом в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства, и четырьмя региональными операторами, которые работают на территории Ставропольского края. В случае нарушения предусмотрена система штрафов, в случае неоднократных нарушений предусмотрен механизм расторжения такого соглашения с региональным оператором. То есть, если... Такие рычаги воздействия есть? Давайте тогда я обращусь к нашим телезрителям сейчас. Уважаемые телезрители, вы видите, вот насколько кардинальные есть рычаги воздействия. Поэтому, если вдруг региональные операторы нам расскажут, как они работают, но если вдруг вас не устраивает, каким образом работают, куда идти, куда жаловаться, и все это опять организм плавающий вполне. То есть, можно регионального оператора поменять. Мы их устанавливали, ели, ну, кое-как, и мы их будем менять. Я совершенно согласен с вашим высказыванием. Но начнем с простых вещей. Это обычный коммунальный услуг, который они предоставляют. Машины оборудованы глонасом. Если человек недоволен, вовремя не приехали, соответственно, они исправляют свои ошибки. То есть, и министерство реагирует на данные прощения. Настолько жестким должно быть нарушение, чтобы у них забрали право вывозить наш мусор? Неоднократно. Так в законе указано. Понятно. Хорошо. Довольно, чтобы они предоставляли эту услугу и отрабатывали, скажем так, ту плату, которую они получают за эту услугу. С физических, юридических. Но все равно непонятно. Что значит неоднократное нарушение? Там он музыку громкую в машине по утрам слушает? Или он не вывез мусор вовремя? Или ругался? Или задавил собаку? Ну, то есть, какое нарушение должно быть, чтобы неоднократно... Это нарушение касается непосредственно его работы. Это нарушение графика вывоза. Тут здесь тоже определенные пробелы в законодательстве. Я могу сейчас, ну, хотя бы один из законов провести. Это Санпин, который у нас действует, где указана графика, когда этот мусор ввозился. Санпин, к сожалению, 88-го года. Сейчас Юрий Юрьевич обрадовался Юрьевич. Нет, Санпин 88-го года, я повторюсь. Подождите, вот есть вопрос от нашего телезрителя. Я быстро найду. Почему контейнеры... Я к вам сейчас обращаюсь, к автору этого сообщения. Почему контейнеры вывозят один раз в месяц? Как же с санитарными нормами? В летний период весь мусор за месяц во что превратится? Пожалуйста, напишите, где у вас раз в месяц вывозят мусор, чтобы мы могли предметнее поговорить. Вопрос ваш я озвучил, и мы будем разговаривать с региональными операторами. Где вы живете? И что у вас мусор вывозится один раз в месяц? Вопрос какой-то хотели задать? Пожалуйста. При определении платы рассчитывался норматив накопления. Тариф за кубометр, ну как бы, как я понимаю, что в рамках действующего законодательства. Все было учтено, в том числе и санитарные нормы. По действующим санитарным нормам есть кратность вывоза твердых коммунальных отходов в зависимости от температуры окружающей среды. То есть ниже 5 градусов это средняя. Я помню, пожалуйста, я помню. А выше это ежедневно. Согласно графику вывоза твердых коммунальных отходов, утвержденных региональным оператором в частном секторе, это осуществляется один раз в неделю. В соответствии с... Да, один раз в неделю. То есть это, ну, нарушение, да, правил. Это признаки оказания некачественной услуги, да. В соответствии с 354-ми правилами, ну, здесь, ну, наверное, должен быть перерасчет. Здесь штрафные санкции... Ну, давайте так. Вопрос понятен. Спасибо. Давайте так. На данный момент эти санпины пересматриваются. Постановление 269-й, которое регулировало, скажем так, замеры нормативов накопления, оно не увязано совершенно с санпином. Вот. Когда нормативная база будет приведена в нормальное состояние, в которое она должна быть приведена, на данный момент мы, опять же говорю, пересматриваем все эти моменты. Это как бы напрямая обязанность министерства, эти поручения, которые на нас возлагаются. То, что, если мы уже говорим простым языком, я не думаю, что в частном секторе, там, ну, не знаю, там, где, это либо сельский населенный пункт, либо коттеджный поселок, если вы говорите о городе Ставрополь, насколько я знаю, своих, ну, знакомых, которые живут в частном секторе, в Ставрополе уже давно вывозилось из контейнеров, которые расположены на территории частного домовладения, раз в неделю. Я говорю конкретно о городе Михайловске. Нет контейнеров. Контейнеры установлены только в многоквартирных домах. И здесь тоже две категории граждан, потребители, они в равных условиях находятся. Значит, получается, что жители многоквартирных домов, они содержат контейнерные площадки, контейнеры. То есть они оплачивают плату за вывоз, ну, за услугу по обращению с твердыми коммунальными услугами, но они обязаны и содержать площадку, да, то есть вести, нести дополнительные расходы. В частном секторе это отсутствует. И вот я предполагаю, что, возможно, график будет исполняться, если будут установлены какие-то квартальные контейнерные площадки, с которых региональный оператор мог бы отгружать. И вот, соответственно, вопрос, как скоро они будут установлены, если норма законодательства уже вступила. Быстро-быстро отвечаю сейчас на вопрос. На данный момент и региональные операторы, представители озвучили, что на органы местного самоуправления возложена такая обязанность по определению мест. Сейчас устанавливаются реестры контейнерных площадок до конца года. Этот вопрос должен быть отрегулирован. Они согласовывают эти реестры с региональным оператором. Время содержания контейнерных площадок, которые расположены на территории муниципалитетов, они содержатся за счет средств муниципалитетов. Единственный вопрос с контейнерами, он пока не ясен. В некоторых случаях региональные операторы за свой счет покупали контейнеры для удобства населения и так далее. Но я вернусь обратно к вопросу, эти деньги в тариф не вошли. То есть там в тарифе четко было прописано, Сергей Геннадьевич не даст мне соврать, в области тарифного регулирования, что региональный оператор может забирать из тех емкостей, которые они предоставляют. То есть региональные операторы пошли за тарифом и предложили, что мы будем раздавать в частном секторе пакеты, допустим, либо здесь поставим там восьмикубовые лодки, но за деньги населения. И тарифная комиссия как бы нам это исключила. Ну не нам, скажем, а региональным операторам. И здесь уже такой вопрос сейчас решается. Либо это будут какие-то субсидии, которые будут предоставляться муниципалитетам, возможно, софинансирование со стороны муниципалитета, софинансирование со стороны субъекта. Но пока этот вопрос до конца не решен. Сейчас мы ждем информации от муниципалитетов по тем местам, где это будет. До конца года они должны это отрегулировать. Ну нет. Ну один еще. Короткий. По раздельному сбору твердых коммунальных отходов. До 1 января 2018 года на контейнерных площадках многоквартирных домов в городе Михайловске это было организовано. То есть пластик собирался отдельно. С 1 января 2018 года это все вместе. Если сейчас бы региональный оператор организовал это на контейнерных площадках, возможно ли какие-то льготы для тех граждан, которые бы занимались раздельным сбором? Ну я вам скажу сейчас по действующему законодательству. Такие нормы предусмотрены для отдельно стоящих зданий. То есть если вы отдельно сортируете и что-то сдаете, там бумагу, картон, стекло и так далее. Многоквартирный дом. Ну хорошо. Многоквартирный дом. Я имею ввиду отдельно стоящее здание. Я говорю про юридических лиц. Я говорю не про население. Пока у нас плата с населения, она не предусматривает таких моментов. Если будут изменения какие-то в законодательстве, тогда да, согласен. Спасибо. Давайте замену произведем и позовемся до региональных операторов наших. Присажитесь, пожалуйста, занимайте место в зрительном зале. И микрофончик, пожалуйста, присаживайтесь. А пока меняемся. У нас есть звоночек и определимся, к кому это. Если что, передадим микрофоны в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я живу в село Просковее Буденновского района. Мы не жалуемся на то, что у нас мусор вывозится нормально, все претензий нет. Ну, цена человека у нас выше, чем в других селах. В других селах стоимость с одного человека около 80 рублей. А у нас 124 с копейкой. В соседних селах 80, да? И рублей от них не больше. Наверное, к вам, да? Нет, не к вам, наверное, к вам. Это рассказывают мне специалисты. В Просковее на 40 рублей дороже, чем в соседних селах. Почему? Или к вам Просковее, а там микрофон, пожалуйста. Просковее, они к нам. Неудачных позвали региональных операторов мы сегодня. Просковее – это, наверное, комбинат богоустройства. Да, они применяют, к сожалению, предельный тариф для формирования потяжа. Это так называется региональный оператор, который вы сейчас называете? Да, у нас 4 региональных операторов. Один из региональных операторов – это ООО «Комбинат богоустройства». Он применяет пока тарифы на уровне предельных, в отличие от… Ну, это его право, получается, да? Это его право, да. Но вот есть такой фактор, чтобы… Хорошо. Насколько «Экосити» в минус работает? Ну, если они не принимают по предельным. Значит, сложно сейчас сказать. Надо посмотреть все-таки итоги финансовой деятельности за год. Это будет в апреле месяцем в минус анализе. Ну, если вы… Ну, вы же не берете по верхней ставке. Ну, скажем так. Вам хватает этого или вы не имеете? Ну, скажем так. Кредитуемся постоянно и объем кредитования увеличивается. Понятно. Кстати, вот тот телезритель наш, который говорил, что возят раз в месяц, это из Ипатова было сообщение. Тоже не ваше? Нет, это Ипатова наш. Ипатова ваша. Вот телезрительница пишет, что у нее один раз в месяц возят мусор. Та, о которой я говорил, что напишите, пожалуйста, свой адрес. Ну, мне нужна, да, более подробная информация. Адрес, пожалуйста, напишите. Мы уже в студии озвучивать не будем. Мы вам по итогам эфира, после эфира передадим. И вам перезвонит руководитель, целый руководитель регионального оператора. И уточнит, почему и так, и как все это происходит. В Подлужном мусор вывозится один раз в неделю по понедельникам. Часто бывает, мусор не забирают. Почему должны оплачивать услугу за полный месяц? Почему оператор не делает перерасчет за невыполненные услуги? Давайте, это общий вопрос. Я все-таки отвечу, что касаемо раз в неделю. Еще раз повторюсь, да, действительно, что исторически сложилось, что и процесс логистики формировался, в принципе, по Ставрополю. И в Ставрополе мусор вывозился еще со времен фауна уже годами, ну, раз в неделю. Что касается нарушения графика и всего остального, то здесь, еще раз говорю, должна быть претензия. И в случае действительного нарушения перевозчикам, я напомню, что региональный оператор самостоятельно не вывозит, а вывозит компании, которые выиграли. В случае нарушения перевозчикам и доказанного факта, оборудовано все ГЛОНАССом. А сейчас мы начинаем требовать и оборудовать каждую машину еще фото-видео фиксацией, да, которая позволит. Естественно, региональный оператор делает перерасчет. Я к телезрителям обращаюсь. Просите, я буду быстрее стараться задавать ваши вопросы, поэтому сейчас есть звоночек, но я его быстрее попробую задать. Принесли квитанцию на умершего мужа три года назад. Такое реально? И чья недоработка? Сейчас поясню. Значит, договор. И очень часто я еще скажу один вопрос, когда жители говорят, я не заключал договор. Почему вообще? Ну, я сразу на два отвечу, да. Вот. Что такое договор? По сути, договор с региональным оператором, по сути, своей публичный. И печатная форма договора как раз содержит все необходимые данные для правильного начисления. Вот. Поэтому, если потребитель не обращался к региональному оператору на заключение договора, естественно, региональный оператор получал данные из комитетов где-то. Да, да. Ходили контролеры. Естественно, эти данные не являются объективными. Поэтому, если такое произошло, потребитель может обратиться в офис регионального оператора, подписать договор, дать правильные данные, все перерасчеты тут же будут. Хорошо. Смотрите, вот это самый популярный вопрос. Почему я должен платить, если я не заключал никакого договора? И вы наверняка с тех людей, которые не заключали договоры, постепенно будете эти деньги собирать-то в итоге. Ну, а может быть, это все по закону, конечно. Все по закону. А может быть, вопрос такой, хватит апеллировать к закону и как-то больше разъяснять. Может быть, люди не понимают, недопонимают, что им нужно идти. Вы, понятно, вы сказали, это закон, вы должны нам. И все. Мы проводим разъяснительную работу, и передача, в том числе и ваша, это один из элементов такой же разъяснительной работы. У нас работает колл-центр, у нас есть сайт, мы постоянно делаем какие-то публикации. И я думаю, что со временем это будет понятно. Почему сейчас не получается? На самом деле все получается. Почему контакта нет такого? Нет. Если бы получалось, нам бы люди не звонили. Вот этот вопрос всегда задается. Почему я плачу, если у меня нет договора? Если бы у вас все получалось, вопросов бы не возникало. Дело в том, что очень большое количество жителей проживает на наших территориях. И до всех информация не может дойти одновременно. Все не могут получить полную информацию, так как доносится разными способами эта информация. И через газетные издания, через администрации. Очень хорошо содействуют органы местного самоуправления, информируют. На сайте есть информация. На сайте, в принципе, на сайте есть все. На сайте у региональных операторов. Но не все заходят. Особенно люди пенсионного возраста. Нет возможности. Поэтому, к сожалению, не всегда есть возможность прийти к каждому человеку и информировать его. Поэтому с нашей стороны делается все возможное, чтобы донести максимум информации. И всегда люди могут обратиться в офисы и позвонить на горячую линию, либо обратиться на сайт. Давайте коротко, сейчас быстро постараемся по вопросам наших телезрителей. Их много. Как быть же в участном секторе? Пищевые отходы на корм, скоту, бумага. Сжигаем в бане. Нет мусора. За что платить? Я растерялся. Читаем 89-й закон. Ну что я могу еще сказать? Продолжаем апеллировать к закону. Эти огромные баки, контейнеры на несколько тонн воняют прямо во дворах многоэтажек. Неужели нельзя сделать их какими-то закрытыми, культурными, чтобы собаки не растаскивали? Все это и не воняло. Новоалександровск. По контейнерам, да, эта работа сейчас, вот, еще раз говорю, постановление 1039 правительства Российской Федерации, эта работа сейчас начнет очень серьезно вестись. И какие контейнеры, как администрации будут это все контролировать. Ну, мы работаем всего год. Где контейнер стоял в 17-м году, в 16-м, там начали вывозить. Будет лучше? Я думаю, что да. В Красногвардейском районе прокуратура мусор не дает вывозить, а жгут прямо во дворе. Это законно? Это больная тема, и это не две секунды. Да, действительно, вот это говорит о том, что у нас мусора меньше. Да, его можно сжечь, а можно еще отвезти в ночь на несанкционированную свалку. Если правду пишут, если это делает прокуратура... Действительно так, я не хочу говорить про прокуратуру, но такие примеры повсеместные, они фиксируются. Я сам случайно ляпываю. Они фиксируются нами, они есть действительно. Как доказать оператору, что мусор не был вывезен, куда обращаться, как добиться перерасчета подлужное? Ну, и за подлужное отвечу, и так далее. Еще раз, необходимо написать заявление, и требовать можно через министерство и так далее, систему ГЛОНАСС, определение и так далее. На самом деле, механические способы, и вот сейчас современные, они достаточно четко показывают не только нахождение машины в той или иной точке, а даже временные промежутки, ее скорость, и можно даже понять, проехала ли машина просто по улице, или ехала, собирала пакеты. Давайте я дополню немножко со стороны министерства. Такая, как бы, эта работа со стороны министерства ведется, то есть, когда к нам обращаются жители и говорят, что у меня в то или иное время не оказывалась эта услуга. Соответственно, есть система ГЛОНАСС по закону машины у регионального оператора и у их перевозчиков должны быть оборудованы ГЛОНАССом. И есть маршрутный журнал, который нами утвержден. Соответственно, в соответствии с этим маршрутным журналом жителям предоставляется данная информация, то есть, вплоть до того, в каких точках, по каким адресам они проезжали. – Продолжим. Один из вопросов, который также задавали на прямую линию с губернатором, интересовались наши телезрители и жители края. К ним не доезжали машины. То есть, там разные причины, возможно, дороги не было, а платить они вынуждены. Все равно, потому что, какой закон, вы говорили номер, вот, по этому закону. И как быть в такой ситуации, если машина не доезжает, а платить надо? – Значит, в случае, если региональный оператор по той иной причине не доезжал, это, скорее всего, речь идет о январе и феврале, да, то перерасчет будет сделан. Но я хочу обратить внимание, что для того, чтобы региональный оператор сделал перерасчет, нужно, как минимум, прийти к нему и заключить договор. – Не мытьем, так катанием. – В договоре содержатся все необходимые данные, по которым региональный оператор может производить вывоз. Если жильцы к нам не обращаются или не дают информацию нашим контролерам, которые ходят и так далее, и так далее, то как же мы будем взаимно общаться? – На злобу дня. Путин вчера сказал, что бизнес имеет цель извлечения прибыли, но если бизнес не участвует в развитии территории, то всем сторонам надо задуматься, нужен ли такой бизнес. Я сейчас даже не намекаю, вы социально ответственный бизнес? – Я думаю, что да. – Если вот в этой ситуации с плохими дорогами кто-то куда-то не доезжает, может быть, как-то вам тоже в этом принять участие, приехать гравием засыпать? – Дороги строить? – Да. – Денег дать на строительство дороги. Спасибо, Юрий Юрьевич. – Я даже теряюсь иногда. Мы для себя понятие социальной ответственности бизнеса все-таки в чем-то другом расцениваем. Я поясню. Каждый должен заниматься своим делом. Кто строит дороги, пускай строит. Кто обязан за этим следить, финансировать и так далее, пускай финансирует. Мы свою социальную ответственность все-таки видим в том, что действительно, пройдя первый год, мы получили некий поток информации, где действительно закон чуть-чуть слабоват и так далее. И мы действительно пойдем сейчас по пути организации очень серьезной системы скидок. – Но вот если опять, возвращаясь, сейчас вам слово дам обязательно, если возвращаться к этой ситуации, когда мне дороги покоя не дают, вы, глядя на вот эту историю, что машина не может проехать, сказали, окей, мы приедем, когда снег разгребете, но деньги с вас соберем. Или какие ваши действия? Или вы каким-то образом влияете на то, чтобы вы смогли проехать? – Да, на сегодняшний момент мы собрали весь пул информации касаемо непроездных дорог и участков этих дорог. И нами уже сейчас разрабатывается система, она ведется достаточно быстро, я думаю, что в течение двух месяцев мы будем закупать специализированную полноприводную технику, малотоннажную, для обслуживания именно таких участков. – Коротко вопрос, пожалуйста, если можно. – По поводу договоров, заключения и цены этого договора, для того, чтобы был понятный вопрос, есть семья, она проживает в городе, но у этой семьи, допустим, у одного члена семьи, есть наследство в населенном пункте, в большом, в маленьком, там никто не проживает. – Как составить с вами договор, какие приложить к нему документы, и где именно обозначить, что в том домовладении никто не проживает, а оплата проводится именно в городской квартире? – Ну, собственно, в любом случае, как я помню, да? – Еще раз я поясню, на этот вопрос уже был ответ по закону, еще раз, да, буду вот все время говорить, мы все это понимаем, всю информацию даем, но на сегодняшний момент закон звучит следующим образом. – Собственник жилого помещения в случае отсутствия прописанных людей платится с одного человека. – Даже если там никто не проживает, и даже если это подведают все соседи рядышком. – По закону один собственник платит, уже мы от Министерства жилищно-коммунальных хозяйств слышали, просто забрали микрофон. – Мы обязаны этот закон соблюдать, потому что нас тоже контролируют, ну, все органы точно так же спрашивают. Это налогооблагаемая база. – Поработаем с нашими телезрителями. – Абсолютно нет никаких претензий к выводу, к вызову мусора. Всегда вывозят, почти всегда чистенько, но есть претензии к машинам. Часто от них льется вода, которая воняет. Лето и начало осени во дворе воняет свалки. После проезда мусоровозов с них льется вонючая жижа. Цену считаю оправданной. – Касаемо технической составляющей машины, вы знаете, достаточно больной вопрос, но для нас, к сожалению, современная система мусоровозов, она не позволяет жидкости не проливаться. Все-таки мы видим здесь решение действительно к сортировке мусора, чтобы в один бак, грубо говоря, хотя бы арбузы и бутылки не кидали. – Следующий вопрос. В Пятигорске по улице Крайнего на отрезке от автовокзала до проспекта Кирова горы мусорных пакетов, которые никто не вывозит. Это результат мусорной реформы и попытки халявы. Бардак во всем городе, все стало гораздо хуже. В Кисловодске было с мусором все нормально, но теперь же реформа и каждый дом должен иметь свой мусорник. В Кисловодске были нормальные мусорные фирмы, теперь одна дворников. Шквал жалоб, внятного ответа от властей нет. – На самом деле в Кисловодске осталась подрядная организация, которая и работала. Они выиграли конкурсы и работают так же спокойно. При этом Кисловодск это единственный город, наверное, где полностью оператор по вывозу обеспечил баками. Весь частный сектор. Ничего в городе не изменилось. – Не обманывайте нас, пишите нам сообщения гневные. – В Пятигорске работает другая подрядная организация. Да, настройка проводится. К сожалению, работа идет с опозданием, мусор везде вывозят, но с задержками. – Зрители обманывают нас, да? – Нет, в Пятигорске вывозят, но с опозданием. Есть недоработки и мы также применяем штрафные санкции. – Следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня заключен договор на два человека, проживают двое, а прописано пять. – Эквитанцию приносят за пятерых. Я оплачиваю за двоих, у меня постоянно задолженность. Что мне делать? – Пожалуйста. – Еще раз это уже говорили. Нужно обратиться в офис регионального оператора, предоставить перечень документов определенных, доказывающих, что люди не живут. Перерасчет будет сделан. – Кто и как вывозит строительный мусор и сельскохозяйственные отходы? Тоже региональный оператор или другие операторы? Горячевский район? – Нет. – Сколько это стоит? – Сельскохозяйственные отходы и строительный мусор не относятся к зоне деятельности регионального оператора по обращению СТКОВО, так как не входит в указанный перечень отходов. – Поэтому вывоз данных отходов может осуществлять любая мусоровозящая компания, имеющая соответствующие лицензии. То есть по этим двум отходам, которые вы задали вопрос, эта услуга осталась коммерческой. – У меня нет вопросов и претензий была одна. Прессовали мусор возле мусорок, оставляя вонючие лужи. Опять написал через интернет администрацию города. Они доложили, что поговорили с руководством компании-оператора. Больше луж нет. Все. – Грустно сваливать в одну кучу стекло, пластик, остатки продуктов и так далее. У нас на Дзержинского нет контейнеров для пластика. Короче, про раздельный сбор мусора. – На сегодняшний момент региональный оператор уже установил в городе Ставрополь порядка 300 контейнеров для пластика и ПЭТа. Эта работа ведется. Мы принимаем заявки, смотрим об объемах, потому что контейнер достаточно дорогой. И зачастую ставить его и вывозить раз в два месяца, он не набирается просто. Жители просят. Один попросил и кидает сам. А целый дом кидает все равно отдельно. Поэтому на сегодняшний момент 300 установлено. Эта работа ведется. Следующим этапом, после того, когда контейнеры будут установлены Ставрополь, начнем устанавливать в крупных районных центрах. – А скажите, пожалуйста, вот этот вот сбор, даже кусочка, то есть пластика, он ведет положительно? Ну то есть как вы оцениваете вот этот эксперимент с установкой контейнеров для сбора пластика? И как видно, ну то есть более детально расщеплять потом мусор там для стекла и так далее? То есть какие перспективы вы видите в этом? – Я вижу здесь, будем так называть, долгосрочные перспективы. Почему? Потому что раздельный сбор мусора – это больше менталитет самих жителей, а не возможности регионального оператора. Мы можем поставить контейнера, мы можем сделать отдельные машины. – Я скажу, если не поставить контейнера, то никто не начнет. То есть когда-то надо начать. И вот об этом вопрос задаю. – Вот еще раз говорю, 300 контейнеров в городе – это и есть тот шаг для того, чтобы это понять. Так вот скажу, что прежде всего это время и изменение менталитета. Мы все с вами здесь сидящие, заказываем когда кухню, выделяем в своей кухонной мебели одну дверку для одного ведра. А теперь нужно четыре. Наверное это правильно, но время нужно. – Город Ясентуки, мусор везде, за что платить? Научились бы убирать и вовремя вывозить? Ужас. – Город Ясентуки. – Учтем, но в городе Ясентуки был УНФ. Это было буквально пару дней назад. И жалоб не было. – Вы опять нам неправду пишете, да, получается? – Так, следующий вопрос. Почему в Кочебельском стоимость 110, в Казминском 75 рублей с человека? – Очень просто. Объяснить можно нормы накопления. Нормы накопления в селе до 10 тысяч – 1,5-1,6. – А в Кочебиевском нормы накопления 2,5. – Последний вопрос, две минуты осталось. Требуют справки, что никакие люди не живут? А если администрация не дает справок, как быть? Спасибо. Вот где-то администрация справок не дает. – К сожалению, еще раз, есть определенный перечень документов, по которым региональный оператор может идентифицировать и сделать. И если администрация не дает, значит, нужно требовать. И, возможно, какие-то другие документы. Временная прописка там, где человек. Или командировочное удостоверение, билеты, путевка. – Ну, вы готовы справки принимать всякие? – А мы принимаем. – Спасибо вам большое, занимайте, пожалуйста, место в зрительном зале. Вот мы будем заканчивать. Традиционно я хотел бы поблагодарить наших телезрителей за активность. Но вот сегодня тема такая горячая была. И спасибо вам за вопросы, спасибо за участие в сегодняшней беседе. Вам большое спасибо, что пришли к нам в студию, что пришли в гости к нам. Выводы, которые я сегодня сделал, наверное. Первый вывод, что у нас с лета ничего не подорожает, а в ближайшем будущем наверняка подешевеет. – Да? – Нельзя так категорически. – Надеемся, что не подорожает и подешевеет. Второй вывод, который сделал, то, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства у нас все держит в рукавицах, скажем так, кижовых. И есть инструменты воздействия на региональных операторов, и их можно поменять, если что. И это все тоже в наших силах. А третий вывод, который я сделал, традиционно делаю, и хочу поблагодарить региональных операторов, которые пришли к нам в студию. Всегда удивлялся и продолжаю удивляться, когда люди понимают, что на них будут сыпаться вопросы, зачастую непростые. Они приходят и на эти вопросы отвечают. И хотелось бы, чтобы это было не только в студии, а в общении с общественниками, с представителями общественности, органов контроля, с вами, Юрий Юрьевич, с палатой. Поэтому будем продолжать работать, мы будем продолжать освещать эту реформу в том числе. Вам большое спасибо, что были на протяжении с нами в течение часа. Впереди новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин